Пустые майонезные ведерки оставлял вор под окнами на местах преступлений. В Перми оперативники задержали квартирного грабителя. Подробности у Алины Багрянской в патрульной рубрике. Алина, здравствуй. Здравствуйте. Да, действительно, сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего подозреваемого. Речь идет о пяти кражах, которые произошли еще в ноябре 2021-го. Была проведена колоссальная работа. Сотрудники не спали днями и ночами. Всем уголовного розыска были задействованы для того, чтобы установить преступника. По видеонаблюдению, человек был в маске, во всем черном. Тоже особых примет никаких не было. В квартиры подозреваемый пробирался через окна либо балконные двери. Но была одна отличительная особенность у преступника – характерная походка. Именно она и помогла оперативникам выйти на след. Правоохранители выяснили, что в городе проживает мужчина, который почти всю сознательную жизнь отбывал наказание за аналогичные преступления и освободился в 2017 году. В прошлом году он получил перелом пятки и с тех пор прихрамывает. Ну а ведерко было нужно, чтобы спрыгивать на него из окна и снова не повредить ногу. Мужчину задержали. Во время обыска у него обнаружили часть похищенного. Всего же ущерб потерпевшим составил около 300 тысяч рублей. Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается. И снова всему виной алкоголь. Жительницу Чердонского района суд признал виновной в убийстве. Майским вечером 45-летняя женщина отдыхала вместе со своим 42-летним сожителем. Между парой произошла ссора. Под действием горячительных напитков женщина нанесла возлюбленному удар по голове ухватом. Ну а после вооружилась кухонным ножом и вонзила его прямо в глаз. Через несколько дней в больнице потерпевший скончался. Ну а женщина признана виновной и теперь отправится на 8 лет за решетку. И завершу сегодняшний обзор новостью из краевой столицы. Накануне в индустриальном районе двухлетний ребенок попал под колеса иномарки. 52-летний водитель Toyota Yaris сбил малыша утром 14 декабря, когда мама вела ребенка в детский сад. Они переходили дорогу на нерегулируемом участке дороги. Женщина оставила ребенка сидеть на снегокате. В результате малыш получил ушибы и теперь лечится на дому. Проводится проверка. Уже установлено, что на одежде малыша были светоотражающие элементы. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что перевозить детей через дорогу в санках или на снегокатах опасно. До свидания. До свидания. Продолжение следует...